Дальний Восток Дальний Восток Дальний Восток Дальний Восток Дальний Восток переработки. Итак, у нас на связи замечательный журналист. Корреспонденты Тартас в Японии Василий Головнин. Василий, спасибо вам, что вы с нами. Как вы нас слышите? Да, слышу отлично. Добрый вечер. У вас вечер, а у нас еще 12.40. Можно даже для некоторых петербуржцев утро. Так что договоримся, наверное, добрый день. Давайте усредним утро и вечер. Утро здесь на северо-западе России. Вечер в Японии. Да. Мы видим свежие новости. И этих новостей какой-то прям вал. Огромное количество публикаций. Но если просто вбить, допустим, у нас на Фонтанке в поисковике Путин, то огромное количество всего вываливается. И свежая самая история. Абе, двоеточие. Визит Путина в Японию. Историческое событие. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, действительно это историческое событие? Как это все воспринимает местная пресса, местные жители? Какой воздух вообще сегодня в Японии? Ну, для премьера Абека это, конечно, естественно, говорить, что это историческое событие. Но, конечно, того, чего японцы ждали, скажем, месяца два назад, не случилось. Потому что вот еще относительно недавно японцы были настроены достаточно оптимистично. Я бы сказал, слишком оптимистично. И почему-то считали, что этот визит приведет к реальным сдвигам по реальному вопросу. И Россия пообещает передать Японии чего-то. Там многие говорили горячие головы, ну уж два-то острова у нас в кармане, который Советский Союз еще в 56-м году обещал. Надо чего-то большего добиваться. Но потом оптимизм немножко поумерился, особенно после интервью президента России японским журналистам. И, в общем-то, всем что ничего не будет. Так вот, в таком, в таком плане. Но все же сторонам удалось показать, так сказать, найти некие слова и договоренности, которые вполне можно выдать за продвижение вперед. Ну хорошо, тогда давайте, чтобы вас долго не отвлекать и нам несколько вопросов успеть задать, какую новость из того валу новостей, которые мы наблюдаем, можно назвать главной для Японии, для властей Японии, для простых граждан пресса. На чем концентрируется? Главное и основное это договоренность начать в очередной раз разговоры о совместной экономической деятельности на островах. Вот это главное. Проблема, причем обе стороны говорят, что договоренность должна быть такой, чтобы не ставить под сомнение позиции сторон, как каждая из которых считает эти острова своими. Договоренность такая уже была в конце 90-х годов, был создан даже совместный комитет, это ни к чему не привело. Потому что для любой японской деятельности на островах, для инвестиций и прочего, прочего, нужно получать бумажку с российской печатью. А это означает признание того, что они принадлежат Москве. Вот и в это раньше все упиралось. Как на сей раз стороны думают выйти из такого положения, мне честно говоря непонятно, но будем глядеть. То есть пока новостей недостаточно, чтобы говорить о том, до чего на самом деле договорились два лидера? Абсолютно. Я думаю, что сейчас начнутся длительные согласования по линии МИД. И в общем-то у меня лично нет больших оснований думать, что сейчас будет получен результат какой-то положительный, а не то, чем закончились такие же попытки в конце 90-х годов. Василий, а почему именно сейчас выбрано время для такого вот контакта с Японией? Ну, вы понимаете как? Ситуация же менялась. Россия после событий вокруг Украины оказалась в частичной по крайней мере изоляции, резко ухудшила отношения с США и с Европейским Союзом, и японский премьер-министр Абе счел, что сейчас удобный момент, когда да, и к тому же в России не слишком хорошо идут дела в экономике. И японский премьер Абе, как мне многие рассказывали, счел это весьма удобным моментом о том, чтобы вытянуть некие уступки по островам. Ну, и вот все эти переговоры шли-шли-шли-шли и дошли до декабря. Тем более, что Абе, как и многие другие, считал, что в Штатах на выборах президента победит, конечно, Хилари Клинтон. И он хотел именно до инаугурации Хилари Клинтон чего-то добиться, чтобы поставить будущую администрацию Штатов перед совершившимся неким фактом. Но и Клинтон не победила, и совершившегося факта тоже пока, как мы видим, не получилось. Слушайте, но вот Япония входит в Большую Семерку, члены которой ввели санкции против России. А означает ли сближение с Москвой, что Токио в каком-то смысле ослабит Джей Севен? Ну, в общем, это факт. Хотя японские санкции, в отличие от американских и европейских насилий, я бы сказал, чисто символически. Условные, да. Но все-таки они были. Но последнее поведение Японии, конечно, разрушает единство Семерки и уходящий в отставку Обама в течение года об этом премьеру Абе несколько раз говорил. Но Абе его игнорировал именно веря в то, что он сможет чего-то реального добиться на переговорах с Москвой. Не могу не спросить вас простой человеческий вопрос. Я напомню, у нас на связи Василий Головнин, корреспондент ИТАРТАС в Японии. Лично в моей френд-ленте в Фейсбуке я видел несколько раз после вчерашних новостей простую историю. Цитирую. Продал острова. Конец цитаты. Что бы вы могли сказать таким комментаторам? Ну, во-первых, он их не продал, а японцы их не купили. В общем-то, вот это легкий ответ. Сделки не состоялось. У тебя действительно подписано безумное количество документов, совместных документов между компаниями двух стран. Их 68, по-моему, меморандумов. В основном это все меморандумы понимания, которые, так сказать, не имеют особого значения. Хотя есть и кое-какие реальные инвестиционные дела. А что бы вы отметили, Василий? Что в первую очередь? Ну, пожалуй, самое заметное японский государственный банк такой инвестиционный открыл кредитную линию компаний Ямау СПГ, это производство сжиженного природного газа в Арктике. Японцев это интересует, им это интересно, и поэтому они дают деньги. Но они их дали бы и без относительно к нынешним переговорам. Ну, есть еще кое-какие реальные сделки, но их абсолютно очень мало. В основном это, в общем-то, такие меморандумы, которые никого ни к чему особо не обязаны. то есть, можно сказать, что обилие этих небольших новостей, почти семь десятков, они в некотором смысле заменяют ту главную несостоявшуюся новость, которую ждали в японском обществе. да, они ее ждали, но, в общем-то, в японском обществе особых, вот я бы сказал, не на уровне больших политиков, там, премьера Абе, который многое поставил на карту именно в сервизе с этими переговорами, а вот на уровне простых японцев, пожалуй, трезвости понимания было гораздо больше, потому что все опросы общественного мнения последним временем показывали, что процентов 60, а то и 70 японцев не ждут от этих переговоров чего-то реального по островам, так что народ так более-менее понимал ситуацию верно. Отбросим большую политику, у нас простой человеческий вопрос относительно визового режима, вчера была новость, нет, сегодня она была, что Япония облегчает визовый режим для россиян, насколько это серьезно, и есть уже, быть может, какие-то подсчеты, да, что конкретно это даст Японии, как это воспринимают профессионалы. Да, это точно, да, это вот, это одно, одно из реальных достижений этого визита, значит, облегчаются условия выдачи виз, например, раньше надо было обязательно иметь гаранта, гаранта какого-то на японской стороне, который бы гарантировал, что ваши расходы в Японии будут погашены, и вы благополучно вернетесь в Россию. Теперь, если вы докажете свою материальную состоятельность, то можно обойтись при туристической поездке и без гаранта. В Единасе введены системы многолетних, многоразовых виз, которые раньше японцы, ну, если и давали, то с очень большим скрипом. Теперь можно предположить, что их будет больше. Но это, в принципе, японцев тоже интересует, потому что они в последнее время стали делать очень большой, большой упор на развитие туризма, он нарастает, число иностранцев растет бешеными темпами, это в основном китайцы и прочие жители стран Азии, ну, в общем-то, они хотели бы, чтобы россияне тоже в Японию ездили больше, хотя в последнее время поток из-за экономических сложностей в России и падения кукурса рубля, в общем-то, заметно упал. Буквально три вопроса у нас еще остается, мы ненадолго вас еще отвлечем, я знаю, что вы сегодня на расхват, Василий, и у вас буквально через 10 минут следующий разговор с нашими коллегами, скажите, пожалуйста, о договоренности с АБ, это договоренности с АБ только или договоренности со всей Японией, каков вообще политический расклад в стране сейчас, можно ли говорить о том, что вне зависимости от того, кто приходит после АБ, все достигнутое будет выполняться и работать? Ну, достигнутое выполняться будет, если это подписано, это, конечно, в Японии под сомнение не ставится, но вот такая энергия, напор, который показывает АБ, конечно, может сойти на нет, если появится другой политик. Я знаю бывших премьер-министров Японии, которые, в общем-то, практически не проявляли никакого интереса к такого рода переговорам, но дело в том, что у АБ очень сильные позиции, и уходить он не собирается, у него и нынешние полномочия до сентября 2018 года, вот, и очень вероятно, что они будут продлены, так что соперников у него особых нет. Ну да, вопрос стабильности и на нашей территории про 2018 год тоже для многих закрыт. Да. У меня последний вопрос, скажите, пожалуйста, обсуждается ли как-то, почему Путин не поехал в Хиросиму? Мы знаем, что американский лидер Барак Обама ездил в этом году на эту важную точку на карте островов японских. Важен ли этот момент для японцев? Есть ли здесь какая-то интрига? Этот момент, конечно, для японцев важен, но, опять же, надо учитывать расклады в японо-американских отношениях. Барак Обама это понятно. Ну да, здесь вопросов нет. Штатов, да, вопросов нет. Я могу предположить, что японцы постарались сделать так, чтобы этого визита российского руководителя в Хиросиму не было, потому что они опасались, что эта поездка бы носила антиамериканский характер. А им это совершенно, в общем, ни к чему. на фоне того, что Аббе и так несколько послал Обаму с его предложениями не проводить этот визит. Еще больше обострять они, конечно, не хотели отношения. А можно говорить о том, что будет какое-то давление постфактум? Вот сейчас мы видим это количество новостей, мы их с вами анализируем, их однозначно анализируют и в Штатах, и, быть может, будут приняты какие-то меры в этой связи? Вряд ли там все поддерживают и совсем согласны. Это верно. Обама, конечно, как я уже говорил, был недоволен таким развитием российско-японских отношений, которые мы сейчас наблюдаем, но Обама уходит, все, дни его истекают. Как себя поведет следующий никому неведомый президент Соединенных Штатов, не знает пока никто, поэтому это чисто, это белый лист, который пока ничем не заполнен. Слушайте, последний вопрос. Вот вы в своем фейсбуке 12 декабря пишете, что японские власти говорят о том, что администрация Обамы была бы не в восторге от визита и, по крайней мере, просила не приглашать его в Токио. Так получается, что Абе прислушался? Да, ну, в общем, это верно. Вот здесь, опять же, была постоянно игра, потому что, с одной стороны, Абе, опять же, нарушил свои союзнические обязательства в какой-то мере и все-таки пригласил в Токио, но приезд в Токио носил очень быстрый, короткий характер, без ночевки в Токио и без официальной части, которая предполагает, например, встречу, аудиенцию у императора Японии. Вот этого не было. И не было почетного караула по всей форме. Почетный караул Абе выстроил очень ситрым образом внутри собственной канцелярии, вот там, внутри дома, чтобы как бы он был не слишком заметен снаружи. Ну что ж, спасибо огромное. Мы говорим нашему коллеге, корреспонденту Итардасту Японии, Василию Головнину, за эти важные штрихи к тем новостям, которые мы видим на лентах информационных агентств. Как-то мы смогли их склеить и чуть-чуть разобраться в происходящем в эти дни в Японии. Василий, спасибо вам большое. Мы всегда рады с вами продолжить диалоги. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, друзья, мы продолжаем думать о Дальнем Востоке, о Японии и о Курилах, конечно же. После того, как нам все рассказал наш коллега Василий Головнин, профессионал, журналист, который долгие годы анализирует те новости, которые рождаются на островах Японии, мы решили пообщаться с человеком, который нам как гражданин Японии расскажет о сути всего, что там сейчас происходит. У нас на связи Александр Судакевич, он переводчик, он когда-то родился в Москве, а, как мы понимаем, сейчас живет и работает в Токио. Слышите ли вы нас? Добрый день, Александр. Александр, как вы нас слышите? Да, слышу, хорошо. Отлично. Мы вас тоже вроде бы теперь слышим. Не просто наладить телемост между Санкт-Петербургом и вот сейчас вы находитесь прямо в Токио, вот в эти минуты вы находитесь. Да, я сейчас нахожусь в Токио, нахожусь на японском телевидении. На японском телевидении. Как мы понимаем, сейчас, я так понимаю, все, кто могут что-то сказать про этот визит, на расхват, и вы в том числе. То есть, вы освещаете визит или что? Я сейчас нахожусь в качестве переводчика. Переводчика, если не секрет, Владимир Владимирович Переводчика именно этого визита. Даже так? Как интересно. Да. Насколько сложно вам работать? Расскажите, пожалуйста, насколько сложными эти переговоры являются для вас с точки зрения профессиональной переводить? Знаете, президент Путин, он всегда выражается простым языком, выражается понятно, поэтому его не очень сложно переводить, но бывают иногда такие нюансы русского языка, которые просто трудно передать. Ну, например, с какой трудностью вы как профессионал столкнулись? Ну, например, когда президент делает отсылки к историческим фактам, которые имели место быть именно в России, но японцы о них не очень-то знают. Ну, можете привести пример? Это правда очень интересно. Как мы понимаем, в таких переговорах, в таких встречах каждая запятая может оказаться либо роковой, либо решающей, да? и с чем пришлось вам столкнуться и какой нелегкий выбор делать? Как правильно подобрать слова? Что это было за реплика? Так, это дело было сегодня, когда японский журналист задал вопрос президенту Путину по поводу Курилу. И я не переводил, в смысле, я не синхронно переводил, но девушка, когда президент начал разговор про договор Портсмута после русско-японской войны, она потерялась, она просто не знала сама про этот договор и пришлось переключать на другого переводчика. То есть, бывают такие моменты, когда сами японцы, они не очень хорошо знают историю отношений, ну, кроме того, что преподают в школе. И бывает сложно сразу начать разговор с таких сложных материй, как что было раньше, сто лет назад и как все это тогда освещалось и тому подобное. Ну, как мы понимаем, вот эти трудности перевода, они на суть переговоров не сильно влияют, потому что главная интрига не состоялась, да, речи о том, что возвращаются те территории, которые для Японии являются спорными. У нас нету, об этом пока речи не идет. Дело в том, что сама атмосфера сейчас сразу после встречи, она немножко разочарованная, потому что народ ожидал большего. Народ ожидал, что речь пойдет именно о территориях, а вместо этого мы получили разговор про совместную деятельность, но никак не о принадлежности островов. И поэтому многие, даже на телевидении выразились в том ключе, что ничего нового мы не услышали. Хорошо. Мы к профессиональным вопросам обязательно еще раз вернемся. Мне важно понять ваши отношения именно как гражданина Японии к этому визиту. То есть у вас лично внутри тоже есть некое, скажем так, разочарование от тех предполагаемых ожиданий, которые были. Все думали, что этого не произошло. Можно говорить о том, что действительно это такая общая эмоция, некое разочарование? Ну, в моем случае это не так, потому что в этом вопросе я остаюсь на точке зрения России, но в большинстве японцы, да, они ожидали большего, они ожидали того, что ну, хоть два из четырех островов все-таки вернутся уже на этой встрече. и сам премьер-министр Абе, он в последнее очень часто повторял, что он намерен поставить точку в этом вопросе, пока он является премьер-министром. Слушайте, вот у меня вопрос такой, скорее, личный. Вот у нас Путин и Дзюдо, да, это такой некий ключ к пониманию Японии, или в данном случае это хуже? Вот у нас, например, сейчас появилась новость, Интерфакс ее нам дарит. Путин не дал японскому премьеру выйти на татами в центре дзюдо в Токио. О чем эта новость? Выйти на татами? Да. Так, ну, я не могу говорить за премьера, но видно то, что он старается наладить такие дружеские отношения, как бы человеческие отношения, не просто как лидер с лидером другой страны, старается говорить на и старается как бы даже угодить дорогому гостю. И с другой стороны некоторым японцам это не очень нравится, потому что это выглядит как какое-то заискивание даже перед лидером другой, также суверенной страны. Поэтому я думаю ему приходится довольно трудно превращать в жизнь те свои планы, которые он вынашивал уже на протяжении нескольких лет. В смысле поставить точку в спорных территориях. Ну а насколько вы сами предполагаете возможно ли в ближайшее время какая-либо точка? В хорошем или плохом ли смысл? Ты хочешь спросить произойдет ли это при Абе и Путине или это произойдет позже? Я хочу спросить что сейчас мешает вернуться к декларации 1956 года и собственно обеим сторонам выполнить так сказать все обещанные условия? На данный момент я не думаю что возможно поставить какую-либо точку исходя из декларации 1956 года даже потому что взаимные претензии они бесконечны каждая сторона всегда находит контраргумент и поэтому Путин и премьер-министр Рады они решили как бы начать все сначала сначала создать хорошее отношение заключить мирный договор и уже отталкиваясь от этого попытаться разрешить вот этот спор но многие в Японии этого не понимают как бы даже они думают что главное выяснить чьи это острова мирный договор подождет ну вот можно ли говорить о том что достигнуты уже в ходе этого визита договоренности и то обилие новостей как сказал Василий Головнин 68 да там по-моему совместных документов уже подписано они в некотором смысле помогут скорректируют да вот это отношение японцев к последовательности да решения всех наших проблем накопившихся можно ли на это надеяться как вы думаете лично я да думаю что положен все таки огромный такой краеугольный камень в отношении потому что чем больше японцев будут взаимодействовать с Россией тем больше понимания мы добьемся и исходя из этого общего понимания уже можно вести разговор дальше поэтому создание такой специальной территории для экономической деятельности это действительно новый шаг в отношениях но это лично мое мнение это очень важно узнать именно лично ваше мнение вы человек который является гражданином Японии но говорит что в этом вопросе в вопросе островов он не солидарен скажем так с японским обществом с большинством скажите пожалуйста Александр я напомню нас на связи переводчик Александр Судакевич а много ли людей в Японии которые думают так же как и вы есть ли вообще какое-то количество людей которые можно да взвесить представить процентную долю что говорят социологи на этот счет такие люди есть но их меньшинство и большинство из них являются специалистами по России по отношениям с Россией такие люди они знают точку зрения и России и Японии и могут трезво оценивать ситуацию то есть это эксперты по отношениям но в большинстве японцы просто не имеют такого багажа знаний о том что происходило между нашими странами и поэтому находится можно даже сказать в плену неких иллюзий по этому счету Александр вы живете поправьте меня в Японии уже 24 год ну то есть уже больше 20 лет ну да скоро 25 будет и вот и вот это отношение к этому предмету в японском обществе оно как-то менялось за эти годы можно ли говорить о том что количество понимающих людей да осознающих сложность этой ситуации оно не знаю там нарастает или наоборот простота подхода к этому вопросу берет верх было время когда отношения ухудшились когда все просело это было я думаю в начале нулевых годов когда разразился скандал в японском мире и повольняли и даже посадили многих людей которые до этого плодотворно работали с Россией и общественное мнение тоже очень сильно просело как бы сказать в общем японцы не перестали ожидать чего-либо хорошего со стороны России но это было уже свыше 10 лет назад с тех пор я думаю все улучшилось все улучшилось это важно зафиксировать наши пользователи зная что мы беседуем с переводчиком естественно спрашивают вас о ваших профессиональных секретах вы уже говорили о том что есть трудности перевода а шутит ли Путин разговаривая с японцами в ходе этого визита как много шуток вам приходилось переводить в ходе этого визита я лично не слышал шуток потому что то что я видел это была пресс-конференция а вот то о чем они разговаривали вдвоем исключительно только с переводчиками о том я не знаю может я думаю шутил да все таки хорошо скажите пожалуйста переводчики когда вместе с японским премьером три часа ждут российского лидера шутят на эти темы и какими словами говорят в эти 180 минут ожидания между собой переводчики обычно ведут разговор на профессиональную тему ожидают какие слова появятся просто уточняют может друг у друга так простой рабочий момент так сказать потому что в большинстве мы с друг другом как бы знакомы есть мир переводчиков особенно русско-японского языка и поэтому через кого-то да и знаем я просто пытался понять у вас внутри какие эпитеты возникают когда вам надо сидеть и ждать сидеть и ждать и когда вы досидеть и дождетесь вы не знаете история как мы понимаем действительно три часа продолжалась это правда да встреча продолжалась где-то два с чем-то часа затем вывели на пресс-конференцию вот ну ожидания это тоже как бы часть работы лично я просто в голове прокручиваю о чем может пойти речь и что можно ожидать но где-то так Александр мы вот еще хотели спросить все-таки нарушение ли серьезное ли нарушение этики так сказать то что встреча задержалась так бы я сказала мы знаем собственно о том что японцы очень обязательные люди да и когда мы слышим о попоздании лидера на встречу с лидером именно поэтому мы так детально вас об этом расспрашиваем ну в Японии это как бы воспринималось в негативном ключе некоторые каналы телевидения уже как сказать окрестили президента королем опаздываний поэтому хорошее впечатление это не произвело ну а так люди более-менее спокойно относятся к тому что все-таки президент Путин сам по себе такая неординарная личность поэтому от него можно ожидать что угодно вы говорите не очень хорошее впечатление можно ли сказать какой процент позитива это плохое впечатление съедает по итогам встречи в целом же эта история она хорошая да и как мы слышим сам Абы говорит что это исторический визит он исторически для него лично как вы думаете или для Японии в целом я думаю исторический и для него лично и для Японии и в то же время отвечая на вопрос японского журналиста президент Путин очень откровенно пояснил позицию России по вопросу принадлежности к курильской гриде и некоторые люди восприняли это как бы сказать не то что испугались но было неожиданно услышать такие строгие речи на пресс-конференции даже потому что до этого люди много об этом писали но никогда президент такого не говорил то есть слишком впрямую получается да 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 то есть было непривычно слышать настолько прямые речи поэтому с одной стороны это хороший признак это признак того что они действительно нашли общий язык с премьерным министром АД но с другой стороны народ еще непривычен Александр а мы можем ждать от японского народа так сказать смягчение отношения к России и в принципе какой-то интерес взаимный получается что мы эту историю знаем гораздо лучше чем предположим японцы со своей страны да то о чем мы говорили как это интересно ну да ну то есть лично я да скажите пожалуйста больше ваших друзей теперь приедет в Японию после того как мы узнали о смягчении визового режима для россиян я даже не знаю у меня как-то маловато друзей в России ну может побольше японских друзей наоборот поедут в Россию заинтересуются если будут какие-то послабления ну что давайте договоримся дружить и тогда у вас будет больше друзей в России если вы конечно не против и спасибо вам огромное за этот диалог и за несколько минут в прямом эфире которые вы нам подарили я напомню нам удалось связаться с переводчиком который освещает визит Владимира Путина в Японию и нашего собеседника я напомню зовут Александр Судакевич он долгие годы живет в Японии является гражданином Японии родился в свое время в Москве спасибо вам большое Александр удачи вам и надеемся что трудности перевода не повлияют на результаты и на двусторонние отношения спасибо да спасибо всего доброго ну что друзья мы продолжаем 13.26 прямой эфир интернет-канала Фонтанка Офис говорит показывает улица Зодчего Росси но сегодня у нас в центре внимания совсем совсем скажем так другая точка мира не свойственная для нас рубежи если по прямой вот интересно сколько это километров как ты думаешь нет у нас глобуса нет глобуса и линейки нету зато у нас есть наши собеседники с помощью интернета которые нам отвечают на наши вопросы к нам присоединяется наш коллега Юрий Синалеев собственный корреспондент московского комсомольца в Японии Юрий слышите ли вы нас здрасте Добрый вечер добрый день а у нас вечер да а у нас еще день да у нас вечер так что сговоримся нас тут трое Юрий Ольга Маркина Николай Нелюбин двое здесь один в Токио как мы понимаем вы же там сейчас да именно в Токио первый вопрос у вас вот на лбу это что это отметка от самурайского меча судя по всему ну скорее всего да скорее всего да или цифры немножко недорабатывает но будем надеяться что после того как Путин и обо всем договорились красная красный штрих у вас на лбу исчезнет в следующих наших диалогах и так к делу как мы понимаем новостей огромное количество как подсчитал наш коллега Василий Головнин он у нас был первый сегодня собеседник 68 документов они уже подписали это что-то феноменальное но как мы понимаем главного не произошло острова где были там и остались вот как вы фиксируете и что выделяете в качестве главного из этих новостей и этого визита Владимира Путина на японские острова ну я думаю скорее всего это то что японцы несмотря ни на что они промахнулись они рассчитывали что будет подписан или хотя бы будет большой шаг к подписанию мирного договора этого не произошло потому что экономическая часть это не все что может Россия и Япония сделать вместе на Курильских островах то что будут были предложения сделать были предложения сделать совместную экономическую деятельность под юрисдикцией России это тоже японцев не устроило то есть фактически получился такой момент что Абе свои предвыборные обещания не сдержал перед японскими перед японскими избирателями надо замечать на фото он все время улыбается очевидно его это не сильно беспокоит это типичная японская улыбка которая для всех вот второй момент который я считаю достаточно положительный это то что были подписаны достаточно большое количество меморандумов об экономической деятельности не только на Курилах но и вообще с Российской Федерации то есть с субъектом Российской Федерации положительное это для кого для нас или для вас я думаю что и для России и для Японии это взаимно интересное имеет взаимный интерес но то же подписание с Росатомом документов да верно о котором мы говорили сегодня это так да скажите нам пожалуйста Юрий ну вы выделили несколько моментов очевидно что их будут анализировать еще долгие дни и недели я хотел вас еще спросить о простой важной истории для жителей Японии можно говорить о том что достигнутые договоренности это некий несостоявшийся несостоявшийся момент несостоявшаяся главная новость есть некое разочарование фиксируете ли это вы я думаю что на самом деле здесь нужно разделить японское общество на две неравные половины самая большая большая часть японцев совершенно равнодушно относится к этой проблеме их это не интересует то есть проблем курильских островов они не интересуют значит вторая часть японцев которая националистически настроена конечно же они разочарованы они будут выступать я так думаю в ближайшее время против премьера А.Б. ну а как все сложится покажет время Юрий скажите пожалуйста а кого больше есть какая-то у вас статистика да как люди относятся к этому и делятся на эти две группы по процентам плюс по процентам сложно сказать я могу сказать что националисты это агрессивное меньшинство а тем кому все равно это пассивное большинство ну вот мы и выяснили почему А.Б. улыбается то есть ему в принципе это не страшно ну по большому счету да то есть даже в разговорах японцы говорят ну что курила уже столько лет прошло опять эту тему поднимать слушайте ну вот у нас появилась например вчера новость которую так осторожно цитирует ТАСС что в случае передачи Японии Курильских островов там могут оказаться военные базы США об этом заявляет генсекретарь Совета национальной безопасности Японии естественно все заволновались насколько эти волнения имеют под собой кучу волнуетесь ли вы Юрий кто рядом волнуется волнуется ли кто-нибудь я думаю что вряд ли кто-нибудь волнуется и в Японии и в России во-первых потому что вопрос с Курилами не решен а во-вторых даже если будут переданы на острова то это просто декларативно сказано что возможность есть установление там американских баз на Японии в первую очередь нужно хотя бы разобраться с Окинавой с Окинавской базой где постоянно происходят какие-то инциденты вот недавно упал конвертоплан если такое же будет происходить и на Курилах то японцам это совершенно не нужно то есть гипотетически возможно там будут базы но это не тот вопрос который может вообще обсуждаться их там нет не будет а что говорят в японском обществе это сейчас от кого зависит может ли уходящий президент американский каким-то образом эту ситуацию не знаю там ускорить повлиять на нее или все а Барак Обама здесь уже не при чем я думал это уже все а Барак Обама уже к этому не будет иметь никакого отношения вот но японцев очень осторожит Трамп потому что они честно говоря японцы честно говоря его боятся то есть вот в частности и обывательных и политики подходишь к японцу показываешь ему фотографию Трампа и видишь ужас как это выглядит ну вот ты не видишь ужас ты видишь стандартную улыбку и смеха но за этим скрывается какой-то такой настороженный страх а как же тогда воспринимают лидера Российской Федерации да хочется сравнить конечно же воспринимают по-разному воспринимают по-разному от полного равнодушия до насторожности что это очень коварный человек и то что там продавали вот и продают сейчас атрибутику с Путиным это больше рассчитано на на обывателя который аполитичен которому просто интересно что вот что-то новое произошло японской политики в японском обществе что-то неординарное а приезд Путина в Японию в данном случае является каким-то неординарным событием так мы беседовали кстати сегодня с переводчиками которые занимаются тем что помогают понимать политикам друг друга кстати у нас сейчас вместе с вами на экране появляется Синдзабе на фото вместе с Бараком Обамой и тот же премьер-министр с нашим Владимиром Путиным фиксируете ли вы юмор так часто да присутствующий в официальных речах Владимира Путина шутит ли он в Японии скажите нам пожалуйста ну по крайней мере в России он с японскими журналистами пошутил по поводу собаки это было воспринято ну неоднозначно в японском обществе то есть фактически получилось что он подарок японцев натравил на самих же японцев это было воспринято как обидно как обида вот и одновременно с этим тоже была какая-то доля обиды когда официально отказались от подарка самца собаки но я говорю про день сегодняшний день вчерашний Путин в Японии как он себя там ведет как это фиксируется обращает ли внимание пресса на какие-то штрихи вроде опоздания на три часа да это это очень фиксируется я могу рассказать один достаточно интересный случай значит это началось еще с первого опоздания на встречу в Петербурге с министром иностранных дел Японии когда тоже опоздал он где-то ориентировал Путин опоздал ориентировочно на два часа и сейчас тоже опоздание составило японцы посчитали скрупулезно два часа сорок минут опоздал самолет у меня есть знакомые которые замужем за японцем вот и после второго случая который произошел с опозданием прилета Путина они уже сутки не разговаривают то есть он обиделся то что насколько непунктуально и насколько вообще некорректно ведет себя президент страны прилетающий в гости это тоже присутствует поведение президента корректирует взаимоотношения внутри семьи да есть и такое ага так вот как раз и вопрос насколько неоднозначно японцы воспринимают Россию как будущего и уже можно сказать состоявшегося партнера ну вот как что-то коварное непонятное и северное так вот у нас до этого был набор позитива а тут вы как-то раз и разбавили нам все рухнуло каплей дегтя с одной стороны 68 бумажек подписано по которым теперь работать и зарабатывать огромного количества людей с другой стороны какие-то мелкие эмоциональные штрихи то есть вы хотите сказать что если бы не было всего этого то было бы лучше или было бы хуже был бы Путин Путиным если бы этого не было гипотетический разговор да я понимаю но все же ну давайте так сделаем то что касается ну нужно делать какое-то определенное разделение между государственной политикой государственными делами и то что происходит внутри общества японец не будет себя отождествлять с государством и чем-то еще вот он просто видит что обидели его страну он обижается а то что подписаны документы это хорошо ну для тех с кем подписаны и когда подписаны это бизнес это обида она уходит у японца или она с ним остается и все время она остается и она остается она остается наш эфир корректирует и эта американская сторона вмешивается в наш разговор все возможно скажите им пусть попозже перезвонят мы заняты окей значит что я хочу сказать на самом деле на самом деле получается очень интересный момент японец он выскажет обиду потом он будет очень долго улыбаться улыбаться а в какой-то самый неподходящий момент на бытовом уровне то есть это может пройти там месяц два три даже год он это вспомнит и скажет ах ты а что же вы там говорите что вы такие хорошие если ваш президент опоздал к нашему премьеру да но при этом например Владимир Владимирович искренне с 11 лет интересуется дзюдо и насколько мы знаем очень глубоко а вызывает ли это симпатию у японской стороны ну опять же определенных кругов вызывает у спортивных вот а так ну я честно могу сказать что дзюдо здесь не самый популярный вид спорта в Японии самый популярный вид спорта в Японии это бейсбол американский бейсбол мигает правая фотография на картинке так интересно это что там а там у нас синдзабы вместе с Барком Обамой а слева у нас синдзабы с Владимиром Путиным подсказываю я нашему собеседнику я кстати напомню с кем мы беседуем друзья Юрий Синалиев у нас на связи собственный корреспондент московского комсомольца в Японии хорошо ну тогда давайте как-нибудь будем завершать да и какой-то попытаться вообще не вывод сделать в сухом остатке этот визит он исторический как говорит Аба да но с таким каким-то непонятным статусом что ли встреча не в Токио встречал в аэропорту не премьер есть какое-то такое ощущение что оглядываются да оглядываются на на восток что там за океаном подумают да справедливое это ощущение да есть такой момент во-первых американцы сами достаточно долгое время предупреждали что визит Путина в Японию нежелатель даже на уровне просто как как гостья Абе но японцы это японцы они решили что если сейчас такое межвремя в Америке то попытаться сыграть свою игру до конца ведь визит Путина достаточно долгое время откладывался а сейчас он произошел конечно визит с каким-то таким вот грустным налетом можно сказать но он произошел это хорошо но это смотря с какой стороны посмотреть насчет грустного налета грустим от того что на бытовом уровне японцы хуже стали относиться к россиянам ну в общем да это неприятно и причина этому это те моменты о которых мы говорили чуть да это вот такие маленькие моменты как опоздание и все остальное прочее мы вас услышали юрий спасибо огромное за эти несколько минут в прямом эфире ну и будем следить за развитием событий очевидно новостей у нас теперь будет все больше и больше как мы понимаем та кооперация которая стартовала в эти дни она будет нас связывать и Петербург и Токио юрий сеналиев у нас был на связи собственный корреспондент московского мусомольца в Японии спасибо юрий всех благ всем привет всего хорошего всего доброго и будем надеяться что вот этот самурайский меч на экране он все-таки действительно исправится мы попробуем что-нибудь с этим сделать в следующий раз московский меч московский меч